Друзья, всем привет, с вами Яков. И в сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим жреца, который будет качаться как инквизитор и наносить урон с помощью ныне магмовый удар. То есть это у нас персонаж ближнего боя, который очень неплохо чистит контент игры. Также эта сборка относительно недорогая. Ну и тем игрокам, которые играют по SFXL, в принципе, собрать ее тоже будет нетрудно. Ну а что касается новичков, сами понимаете, что некоторые приметы можно заменять на альтернативные. Как оружие, так броню, так и бюджетерию. Все будет только зависеть от вашего бюджета. Насобирали валюту, купили нужный примет и так далее, и так далее. Что еще примечательно у этого геймплея, что он становится доступным прямо со старта. То есть по сути этим белдом можно даже стартовать лиги. Ну и если вас такой персонаж и такой геймплей интересует, то давайте разберемся и с белдом, и с экипировкой. Поехали! Итак, первым делом нам нужна какая-то броня. Естественно, желательно, чтобы это был шестерлинг. Я использую такую броню как плетение преданий. Эта броня неплохо повысит мой урон в целом, поднимет мои характеристики, поднимет запас здоровья, а также максимизирует мое сопротивление ко всем стихиям. Пока вы не насобираете валюту на такую броню, вы можете брать любую желтую шестерлинговую броню. Для начала можете начинать с шестерлинга, но потом можете купить какой-нибудь желтый шестерлинг. В принципе, они не особенно дорогие. Если что, также можете купить такую броню, как брюхо зверя. Так как брюхо зверя тоже неплохо поднимет ваш еще и запас здоровья. У моей главной руки располагается меч Парадоксика. Этот меч имеет, в принципе, немаленькое количество полезных свойств. Ну и все эти свойства будут направлены на то, чтобы повышать наш урон в целом. По второй руке у нас располагается щит Паук-Волк. Этот щит поднимет запас нашего здоровья, от наших атак противники не смогут уклоняться, дарует нам шанс блока, а также повышает наш урон. На руках у нас надеты перчатки Могильные Кулаки. Перчатки повышают нашу скорость атаки, поднимают наш запас здоровья. Но также с помощью этих перчаток мы сможем устрашать противников. Ну и само собой в том случае, если мы будем использовать самосветы Кровавого Глаза. Безусловно, такие самосветы я использую в количестве двух штук. Они тоже показаны слева. Но остальные приметы, дорогие друзья, они абсолютно все желтые. Как, допустим, головной убор, кольцо одно, кольцо второе, амулет, пояс, ну а также ботинки. Ну и как видите, на всех этих приметах я подбирал нужные мне характеристики. Это поднимал запас здоровья, поднимал сопротивление ко всем стихиям. Если у вас будет какая-то необходимость, вы можете добирать даже ваши характеристики. В виде, допустим, ловкости, ну или мало ли интеллекта. Что касается своей бюджетерии, а именно кольцо, также амулета, с помощью этих приметов я также еще и повышал свой урон. Теперь давайте разберемся с нашими связками. И наша главная связка располагается у нас в броне. Это шестерлинг. Камни наши следующие. Атакующий наш флагман это умение магбовый удар. Ну а остальные скиллы это умение будут бафать. Камни следующие. Это урон от стихии к атакам. Дальше физический урон ближнего боя. Потом концентрация стихии. Затем расширенная область действия. Ну а также зов предков. Последние два камня расширена область действия и зов предков. На боссе мы изымаем и меняем на следующие камни. Это средоточие, а также град ударов. И все это нам надо для повышения урона по соло цели. Следующая связка располагается у нас в ботинках. И это четырехлинг. С помощью этой связки мы будем перемещаться по локациям. Камни тут следующие. Это магия крови. Далее укрепление. Потом шквал клинков. Ну а также ускорение атак. Следующие камни располагаются у нас в мече. И в принципе связывать их не обязательно. Потому что по сути у нас здесь три ауры. Это Вестник Пепла. Спешка Ваал. Ну и Грация Ваал. Следующая связка располагается у нас в перчатках. И там у нас остается два гнезда. И в эти два гнезда я залинковал связку клеймо Бури. А также энергетический заряд при критическом ударе. С помощью этой связки я буду повышать свой урон. Благодаря клейму Бури. Но также получать заряды энергии. А значит тоже буду повышать свой урон. В частности повышая шанс крита. Следующая связка располагается у нас в шлеме. И тут камни следующие. Это Богохульство. Ну а также Слабость. То есть с помощью этой связки проклятие Слабость будет действовать как аура. Ну а значит о активации этого скилла можно не беспокоиться. Но благодаря этому проклятию противники по вам будут наносить меньше урона. Следующий камень в этой связке это Защитник Предков. Ну и благодаря этому тотему мы будем повышать свою скорость атаки. Но последний камень у меня здесь Камень Портала. Для того чтобы экономить себе место в инвентаре. Если допустим вам этот камень не нужен. То вы можете поставить сюда Камень Добивания. Для того чтобы ваш тотем мог убивать любого противника. Запас здоровья которого опустится ниже 10%. Следующая связка это Защитная связка. И она будет даровать мне временный иммунитет физическому урону. И располагается на у меня в щите. Это трех линк. Камень тут следующий. Это Софрейн Чар при получении урона. Первого уровня. Выше можно этот скилл не качать. Дальше Призы к Бессмертию. Четвертого уровня. И вот как раз таки благодаря этому скилу мы будем получать временный иммунитет. Ну и следующий камень это Продление. Для того чтобы баф от Призы к Бессмертию работал дольше. Из флаконов мы используем два флакона жизни. Дальше Умирающее Солнце. Обещание Альзири. Ну и нефритовый флакон. По квесту с бандитами мы убиваем абсолютно всех разбойников. Для того чтобы получить два дополнительных очка пассивных навыков. По пантеону сверху мы выбираем душу Лунарис. Ну а снизу душу Тукахамы. Ну это дорогие друзья все что касается нашей экипировки. Ну а теперь давайте разберемся с нашим деревом пассивных навыков. Итак изначально пассивки восхождения. Итак как только мы проходим наш первый лабиринт. Мы нашего жреца превращаем в инквизитора. Идем в сторону пассивки благочестивая предусмотрительность. После второго лабиринта мы забираем неминуемые правосудия. После третьего лабиринта мы забираем орудия добродетеля. Ну и после последнего убер лабиринта мы забираем признаменование раскаяния. Вот такие вот были наши пассивки восхождения. А теперь давайте посмотрим на наше дерево пассивных скиллов в целом. Вот и оно. Если что напоминаю что ссылка на него будет располагаться в описании под роликом. Так что переходите. Ну и если надо более подробно с ним ознакомлюсь. А теперь давайте разберем его главные аспекты. Что касается нашего геймплея. То мы наносим стихийный урон. Это же урон очар. Это же урон от огня. Это же урон с помощью мечей. Кроме того мы будем еще и критовать. Поэтому для того чтобы повысить наш урон. Мы определенные свойства на этом дереве. И подбираем для того чтобы этот урон поднять. То есть все эти пассивки в какой-то мере. Будут повышать наш урон в целом. Но все остальные пассивки на нашем дереве. Они направлены на то что повысит нашу выживаемость. Выживаем мы за счет нашего здоровья. Следовательно на этом дереве есть немаленькое количество пассивок. Которые в целом запас нашего здоровья будут и повышать. Еще дабы даровать себе дополнительную защиту. Мы используем уворот в виде двух пассивок. Это акробатика. Ну а также уворот от чар. Что касается самоцветов. То нам потребуется один самоцвет. Который называется степной пожар. С помощью данного самоцвета мы будем повышать свой урон. А также теперь наше умение магмовый удар. Будет выпускать дополнительные снаряды. Ну а что касается других самоцветов. То вы ищите такие самоцветы. Которые будут повышать ваш урон. Опять таки те же показатели. Урон от чар. Стихийный урон. Урон от огня. Если будут добавлять плоский урон. Это тоже хорошо. Ну и если что конечно же поднимает показатели вашего здоровья. Что в процентном значении. Что допустим в плоском значении. Все это безусловно будет приветствоваться. Ну и в принципе это все что касается вкратце данного дерева. Напоминаю если что. Ссылка на него будет располагаться в описании под роликом. Так что переходите. Ну и ознакомливайтесь. А теперь мы давайте ознакомимся с геймплеем. Который я вам продемонстрирую на карте 16 тира. Итак. Что касается нашего геймплея. То по сути на пробежке по картам. Нам надо всего два умения. Это шквал клинков. Для того чтобы перемещаться. Ну а также умение магмового удара. Естественно для того чтобы атаковать. Другие вспомогательные скиллы. Которые будут повышать наш урон. А также повышать нашу защиту. Можете использовать по усмотрению. Допустим на старте прокачки. Они могут вам пригодиться. Но когда вы уже будете полноценно собраны. Они вам нужны будут только для битвы с боссом. Что касается флаконов дорогие друзья. То мы их также используем по ситуации. То есть перемещаемся с помощью умения шквал клинков. Когда этим скиллом будем пролетать сквозь противников. Мы будем запускать укрепление. А значит будем получать меньше урона. Когда будем убивать противников. Будут настакиваться наши две временные ауры. Это спешка ваал. А также граца ваал. Ну и при активации этих двух скиллов. Мы будем повышать свою скорость атаки. А также повышать наш уворот. Так что опять таки можете использовать. Можете не использовать их во время пробежки. Но постарайтесь чтобы к битве с боссом. У вас эти ауры были заряжены. Но когда вы уже добрались к боссу. То тут потребуется ваш весь арсенал. Для начала меняем наши два камня в броне. Для того чтобы повысить наш урон по соло цели. Ставим недалеко возле босса тотем. Потому что этот тотем будет повышать вашу скорость атаки. А по сути ваш урон в целом. Накидываем на босса клеймо бури. Благодаря этому клеймо будем по нему наносить больше урона. А также клеймо будет нам даровать заряды энергии. А значит будет повышаться наш шанс крита. Задеваем босса умением шквал кольков. Для того чтобы получить дополнительную защиту. Ну и такое вместительство его умением магма удар. А пятки время от времени задеваем его шквалом. Для того чтобы постоянно на нас висело это укрепление. Если вдруг тотем был уничтожен. То конечно же его обновляем заново. Как и в принципе наше умение клеймо. Ну и в принципе дорогие друзья. Вот это вот весь геймплей. Что вы о нем думаете пишите в комментариях под роликом. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Ну и желаю удачи. Фарминг гейма. Фарминг гейма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА